Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Стоятся выборы в парламент страны и местные маджлисы народных депутатов. За депутатские кресла борются кандидаты из восьми официально зарегистрированных политических партий. Предвыборная агитация завершается за сутки до голосования. Конституция предоставляет право беспрепятственной агитации всем политическим партиям и независимым кандидатам. Государство же обеспечивает гражданам, кандидатам и политическим партиям свободное проведение агитации в соответствии с законом. Как проходит предвыборная кампания в Таджикистане и какие препятствия были у кандидатов в их агитационной деятельности, узнавали Мехрангес Турсунзада из Душамбе, Орзуи Карим из Курган-Тюбе и Камари Агрор из Сагдийской области. Кандидаты, политические партии вправе самостоятельно определять форму и характер своей агитации и имеют равные условия доступа к средствам массовой информации. Этот пункт четко указан в законе о выборах в Маджлисе Оли Республики Таджикистан. В нынешнем году политические партии, используя новые методы агитации, активно проводят предвыборную кампанию, стараясь донести свои идеи и планы до избирателей из всех слоев населения. На сегодняшний день все восемь политических партий, которые участвуют в выборах, уже успели выступить на национальном телевидении и проводят встречи со своими избирателями. Информационные листовки, плакаты и баннеры установлены практически во всех уголках страны. Однако в некоторых местах эти листовки вырываются. Именно с такой жалобой обратился глава социал-демократической партии Таджикистана Рахматулу Заиров в Центральный избирательный комитет. Руководитель ЦИК Абдуманон Додозуда прокомментировал данный случай следующим образом. В некоторых местах вырывают информационные листовки. Мы совместно с Министерством внутренних дел и участковыми комиссиями работаем над этим вопросом. Наш народ, наши избиратели должны проявить высокий уровень культуры и не вырывать информационные листовки, а читать и знакомиться с кандидатами. Социал-демократическая партия является одной из тех, которые со дня своего формирования никак не могут войти в состав парламента. По мнению политолога Парвиза Мулуджанова, на то есть свои причины. Мне кажется, что у них с 2005 года настолько испортились соотношения с правительством, что просто трудно работать на местах, трудно ввести легальную политическую деятельность. После 2005 года очень многие их ячейки закрылись, их покинули многие люди по разным причинам, в том числе из-за ошибок самого руководства партии. Поэтому им трудно ввести предвыборную деятельность на уровне коммунистов или исламской партии. Своей предвыборной кампанией довольно коммунистическая партия Таджикистана. Кушев Бахрикул, секретар компартии в городе Кургантюбе, говорит, что в рамках своей предвыборной кампании они встречаются с избирателями и не ощущают каких-либо давлений. Даже наоборот, власти их всегда поддерживали и хорошо принимали. Однако, прозрачность выборов зависит от самих избирателей, отметил секретар компартии. Как мы все знаем, сейчас по телевидению и радио ведется пропаганда того, чтобы выборы в нашей стране прошли прозрачно. И я уверен, что они так и пройдут. Однако прозрачность зависит от того, как будут голосовать люди, имеющие на это право, и что за них не будет голосовать кто-либо другой. Активнее всех предвыборную агитацию проводит партия Исламского возрождения Таджикистана. Сейчас у них два места в парламенте. Пифт является той партией, которая больше всего чувствует на себе давление, и которому больше всего чинятся препятствия в агитационной работе. Дискредитация партии началась сразу же после того, как 5 декабря прошлого года президент страны объявил о начале предвыборной агитации, считает Мирзуи Ходжи Мухаммад, заместитель председателя партии в Сахдинской области на севере страны. По его словам, главная проблема партии заключалась в организации встречи председателя партии с избирателями. Вот что по этому поводу говорит Мирзуи Ходжи Мухаммад. «То, как проводились предвыборные встречи кандидатов в депутаты с избирателями, можно назвать бессовестными. Представляете, человеку, который является депутатом парламента страны, председателем партии, одним из ведущих региональных политиков, предоставили зал на 35 или 36 мест. Считаете, что из общего числа избирателей Ашдского района в 70-80 тысяч человек, только несколько человек, практически один из двух тысяч, имели возможность встретиться с Кабири. А предоставленный зал за два часа до встречи уже был переполнен группой людей, которые не давали, и слово сказать председателю партии». «Три из восьми официально зарегистрированных в Таджикистане политических партий, которые примут участие в назначенных на 1 марта выборах в парламент страны и местные маджлисы народных депутатов, вообще незаметны на арене, считает политолог Парвиз Муладжанов. По сравнению с 2010 годом, предвыборный период отличается большим спокойствием и не так заметно для общества, говорит он. «Активность политических партий не так заметна, а некоторые политические партии вообще не видны. На прошлых выборах департия была гораздо более заметна. Фактически сейчас заметны только ведущая партия ДПТ, это Исламская партия Возрождения и социал-демократы и коммунисты, об остальных их не видно, не слышно. Но более-менее там заметно таких партий, проправительственные, скажем, это аграрная партия. Поэтому как-то очень поверхностно происходит эта кампания, как будто бы уже все знают результат. Чем это связано? Я думаю, что никто не верит, что состав будущего парламента будет как-то сильно отличным от нынешнего. И, к сожалению, многие считают, что от их выбора ничего не будет зависеть, и все уже решено». Однако руководитель Центральноизбирательного комитета Абду Манунду Дузода считает, что именно активность кандидатов и политических партий отличает предстоящие выборы от выборов 2010 года. Он призывает кандидатов и политические партии к еще большей активности, так как до дня выборов остались считанные дни. «Осталось очень мало времени. 27 февраля – это последний день агитации. По закону предвыборная агитация завершается за сутки до голосования. В субботу, 28-го – день затишья. Мы уже несколько раз обращались по телевидению, и вот теперь по радио хотим обратиться к кандидатам и к политическим партиям, чтобы они эффективнее использовали оставшееся время, чтобы каждый человек в день выбора уже знал, за кого голосует». «Каждый голос имеет значение. Только правильно информированный избиратель может принять правильное решение, над которым он хорошо подумает и осознанно проголосует в день выборов. Поэтому так важны предвыборные агитационные кампании». На сегодня это все, что мы хотели вам рассказать. Надеюсь, что это время не прошло для вас даром. Вы слушали программу, подготовленную при поддержке Британского института по освещению войны и мира. С вами была я, Фарзона Абдулкальцева. Наши сюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете iwpr.net, а также в фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку iwpr.таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин